Доброе утро! Вы смотрите новости на CBC. Меня зовут Руфат Халафов. В начале выпуска некоторые из главных тем. Сотрудничество для обеспечения прав и свобод человека. Министр внутренних дел Вилаята Ивазов встретился с содокладчиками мониторингового комитета ПАСЭ, находящимися с визитом в Азербайджане. Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных поисково-спасательных учениях «Анатолиан Феникс-2023», проходящих в Турции. Украинские военнослужащие продвинулись более чем на полтора километра под Бахмутом и заняли господствующие высоты на юге города. Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Налаживание тесных связей и делового сотрудничества между МВД Азербайджана и Советом Европы. Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаята Ивазов накануне провел встречу с содокладчиками мониторингового комитета ПАСЭ, Яном Лидлом Крейнджером и Лиз Кристоферсом, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана. Глава внутриполитического ведомства подчеркнул особое значение мер, осуществляемых в рамках сотрудничества для обеспечения права и свобод человека. Он также рассказал о системной работе, которую министерство проводит с целью дальнейшего повышения профессионализма сотрудников органов внутренних дел и изучения международного опыта. Содокладчики мониторингового комитета ПАСЭ выразили благодарность Вилаяту Ивазову за подробную информацию о работе, проделанной в Азербайджане в области защиты права и свобод человека. Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных поисково-спасательных учениях «Анатолиан Феникс-2023», стартовавших накануне на авиабазе в городе Кония в Турции. Перед началом мероприятия участникам был представлен брифинг о сценарии и месте проведения учений, в процессе подготовки, правилах безопасности и задачах, которые будут выполняться на различных этапах. Отметим, что на международных учениях, которые продлятся до 16 июня текущего года, Азербайджан представляют пилоты, технический персонал и авиационные средства военно-воздушных сил, а также военнослужащие военно-морских сил и спецназа. Инаугурация переизбранного на пост президента Турции Раджа Патайпа Эрдугана в Анкаре, а также участие на церемонии премьер-министра Армении Николы Пашиняна стали главными темами дискуссии в передаче «Актуально сегодня» с Энаном Рзаевым. Гость программы, начальник главного управления молодежи и спорта Баку Рагиф Аббасов связал приезд армянского премьера в Анкару с растущим влиянием Турции в мире. На вступлении в должность президента Турции Раджа Патайпа Эрдугана съехалась половина мира, руководство мировых стран и очень большое количество вторых-третьих лиц. И мировые СМИ очень активно освещали. То есть руководство Армении, оно, естественно, видело, как относится к руководству Азербайджана в Турции. Не только со стороны руководства Турции, но и руководители других стран. Это все, естественно, со стороны Армении анализируется. Как вокруг господина президента идет общение и общение с ведущими руководителями стран и мировых институтов. Это, естественно, все давит на армянскую сторону. С другой стороны, в Армении все то, что делается, делается либо на внутреннюю аудиторию, либо на диаспору, либо на западные страны, либо на блоки, в которых они находятся. На фоне всех этих событий армянская сторона вынуждена принимать реалии. И поэтому в кулуарах, при разговорах, однозначно принимать Азербайджан таким, каким он есть сегодня армянская сторона не может. В свою очередь депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков убежден, что решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить Турцию – это шаг армянского руководства к восстановлению отношений как с Ангарой, так и с Баку. Пашинян приехал в страну, на инаугурацию президента которого, со страной нет даже дипломатических отношений. И посмотрите, Франция, Греция, которые формально являются вообще-то союзниками Турции по НАТО, там, в общем, их не было первых лиц. Пашинян не было, ну, с Египтом у Турции напряженные отношения, но есть дипломатические отношения, и тоже не был представлен первым лицом. Пашинян поехал. Пашинян понимает, что нужно ломать стереотипы. Понятно, что ему приходится все время, ну, как шаг вперед, два шага назад, все время какие-то там неровности бывают, но, тем не менее, у меня складывается ощущение, что Пашинян осознал необходимость двигать вперед процесс нормализации отношений и с Турцией, и с Азербайджаном. Понятно, что он, в первую очередь, будет стараться, ну, по крайней мере, уменьшить те издержки для Армении, причем большинство этих издержек является результатом сформировавшегося за столетие фобий. Президент Турции Раджептаев Эрдуган назначил своего бывшего пресс-секретаря Ибрагима Калына главой национальной разведывательной организации. Об этом сообщила канцелярия президента Турции. Ибрагим Калын сменил на посту Хакана Фидана, который недавно был назначен новым главой МИД Турции. С 2014 года Ибрагим Калын занимал должность официального представителя президента Турецкой Республики. Напомним, после переизбрания Раджептаев Эрдугана президентом Турции в стране почти полностью обновилось правительство. На своих должностях остались лишь два из 17 министров. Объявление нового состава кабинета министров Турции вызвало большой интерес общественности к новым личностям обновленной структуры. Внимание приковано и к новоназначенному главе Минобороны Турции Яшару Гюлеру. В составе турецкой делегации новый глава Минобороны совершал частые визиты в Азербайджан. Как его назначение скажется на дальнейшем сотрудничестве двух стран в следующем материале. Генерал Яшар Гюлер, выполнявший множество обязанностей в турецких вооруженных силах, был назначен министром национальной обороны в составе нового кабинета министров. Сменил он на этом посту бывшего главу ведомства Холуси Акара. Яшар Гюлер окончил военную академию в звании лейтенанта и Академию вооруженных сил. С 1986 по 1988 год служил начальником оперативного отдела внутреннего регионального командования. С 1988 по 1991 год был офицером по планированию в департаменте инспекции и оценке сухопутных войск. В 2001 году ему было присвоено звание бригадного генерала. В этом звании он занимал должности командира 10-й пехотной бригады и отдела планирования и координации МЭПС Генштаба. А в 2005 году Яшар Гюлер получил звание генерал-майора. Яшар Гюлер – генерал, прослуживший почти во всех структурах вооруженных сил Турции 50 лет. В звании генерал-лейтенант он занимал должность и командира 4-го корпуса начальника разведки генерального штаба. Придя на пост начальника генштаба Турции, он достойно и верно служил в своей стране. В 2013 году Яшару Гюлеру было присвоено звание генерала. Он исполнял обязанности заместителя начальника генерального штаба Турции, также занимал пост генерал-командующего жандармирией и был главнокомандующим армии. 9 июля 2018 года Яшар Гюлер был назначен начальником генерального штаба Турции. В качестве уже бывшего начальника генштаба Яшар Гюлер многократно совершал визиты в Азербайджан в составе турецкой делегации. Генерал придавал большое значение развитию сотрудничества в военной области. Турецко-азербайджанское военное сотрудничество стоит выше политики. Наши нынешние отношения являются отражением исторических отношений двух государств и одного народа. В этом контексте можно сказать, что кто бы ни стал министром обороны Турции, уровень этих отношений не изменится. В сфере обороны промышленности мы четко видим новую эру эффективного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Будь то начальником разведки, генерального штаба или же главой самого генштаба Турции, Яшар Гюлер много раз приезжал в Азербайджан. Во всех поставленных им задачах он прилагал большие усилия, чтобы военное, оборонно-промышленное сотрудничество стран было выведено на самый высокий уровень. Эксперты констатируют, придя на пост нового глава оборонного ведомства Турции, Яшар Гюлер будет способствовать еще большему укреплению достигших стратегического уровня военных связей в соответствии с Шушинской декларацией. Первый его визит в Азербайджан, сообщают специалисты, может состояться уже в самое ближайшее время. АПЛОДИСМЕНТЫ К сожалению, когда мы говорим о горе соседях Азербайджана, Речь идет не только об Армении, но и об Иране. Преступные деяния Ирана не перестают удивлять. Незаконные действия Исламской республики не вызывали бы столь высокую озабоченность, если бы его неадекватная политика была лишь внутренней, как, к примеру, в отношении футболиста Вария Гафури, которого иранские власти арестовали за резкую критику властей. Но деструктивная линия иранской политики, увы, этим не ограничивается и напрямую касается Азербайджан. Теперь для того, чтобы вынести необоснованные и незаконные обвинения в отношении зарубежных граждан, Тегеран похищает этих людей. Так произошло и с гражданином Азербайджана Фаридом Сафарли, уехавшим в Иран и пропавшим там в феврале этого года. Студент, обучающийся в Германии, последовал в Исламскую республику за девушкой, с которой познакомился в Йене. А затем родные с ним потеряли связь. «Еще в конце января азербайджанская сторона выступила с предупреждением о поездках, призвав граждан воздержаться от них, если нет особой необходимости. Несмотря на это, сразу после поступления информации об этом событии, задержание азербайджанского студента в Иране, МИД Азербайджана направил ноту МИД Ирана. Консульство Азербайджана также приступило к действиям. Понадобилось довольно много времени, чтобы получить информацию о судьбе этого лица. Спустя несколько недель мы получили официальную информацию от иранской стороны, что он задержан, ему предъявлено обвинение. В его отношении возбуждено уголовное дело. Между студентом и сотрудниками нашего генконсульства в Иране поддерживается связь, параллельно проводится работа по организации встречи. Мы также находимся в постоянном контакте с членами семьи студента. Вопрос находится под нашим контролем». Есть такой старый еврейский анекдот, когда муж, обращаясь к жене, спрашивает, «Дорогая, кому ты больше веришь, мне или своим глазам?» То, что сегодня происходит в Иране в отношении гражданина Азербайджана студента Фарида Сафарли, напоминает именно этот анекдот. В этой ситуации много непонятного. Во-первых, почему-то не упоминается имя той женщины, которая обманным путем пригласила Фарида в Иран, а потом осталась в Турции, и у Ирана отправила только Фарида. Во-вторых, Фарид после приземления самолета в аэропорт был арестован иранскими спецслужбами в объединении якобы шпионажей. Но дело в том, что, простите, он же только что вышел из самолета, он даже никакого действия не совершал. Вопросов к иранским властям действительно множество. Одно остается ясным – Исламская республика остается верной своей лицемерной политике. Отношения между Азербайджаном и Ираном с конца прошлого года весьма напряженные. Кульминацией в обострении можно считать террористический акт в посольстве Азербайджана в Тегеране в январе этого года. Всем уже давно известно, что это не первый случай в истории, доказывающий, что Иран в нарушении положения Венской конвенции не способен обеспечить защиту депмиссии в этой стране. Как только в отношениях Ирана с какой-либо страной возникает напряженность, на их посольство совершается нападение. И всегда, как ни странно, группировками или отдельными лицами. Однако нападение на посольство – отнюдь не единственная неадекватная реакция Тегерана на ухудшение отношений с той или иной страной. В целом, практически все случаи, когда Иран выдвигал кому-либо обвинения в шпионаже, имели политический подтекст и не было никакой юридической силы. История показывает, что как только Иран переживает напряженные отношения с каким-либо государством, Тегеран арестовывает граждан этих стран, как только они пребывают на территорию Исламской республики. И всем им выносится приговор – шпион. Это не первый случай. Ранее мы становились свидетелями множества аналогичных ситуаций. Мы видели, как они арестовывали и обвиняли в шпионаже граждан европейских стран. Еще в начале 90-х годов, я помню, было время, когда Иран арестовывал и обвинял в шпионаже не только представителей интеллигенции Азербайджана, а также журналистов, помимо того, мирных крестьян, сельских жителей. В 1996 году был арестован в Иране сельский учитель физкультуры, который ехал с сыном в Иран на кануне праздника Новруц, чтобы сделать кое-какие покупки. И при том ему добивались того, что якобы он занимался шпионажем в Иране, но усилием Азербайджана, усилием министерских иностранных сил он был освобожден. После закрытия посольства МИД Азербайджан опубликовал предупреждение предостерег граждан страны от поезда к Иран. В ведомстве отметили, что принимая во внимание нестабильную ситуацию в Иране и террористический акт против депредставительства Азербайджана, рекомендуется бескрайней необходимости не посещать эту страну. А тем, кто посещает ее, рекомендуется проявлять высокий уровень осторожности. Ирану не может быть и не будет дозволено получить ядерное оружие. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече Американо-Израильского комитета по связям с общественностью. Госсекретарь заявил, что Иран не только регулярно угрожает уничтожить Израиль, но также поставляет вооружение России, которое используется в войне против Украины. Как заявил Энтони Блинкен, США привержены защите Израиля и принимают необходимые меры. США применяют трехаспектный подход – дипломатия, экономическое давление и сдерживание, которое также включает в себя усиление военного потенциала Израиля. Соединенные Штаты укрепляют безопасность Израиля, работая над углублением отношений этой страны с ее соседями. И основой этого является региональная интеграция и деэскалация. Дальнейшая интеграция Израиля в регионе способствует стабильности, безопасности и процветанию страны. Вот почему президент Байден сделал это краеугольным камнем своей ближневосточной политики. По состоянию на 5 июня вооруженные силы Украины продвинулись еще на полтора километра под Бахмутом и заняли господствующие высоты на юге города. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Украинский лидер отметил, что на сегодняшний день самым активным и успешным направлением фронта является именно Бахмутовская. В результате мер, предпринимаемых украинской армией, российские войска были вынуждены перейти в обороны. Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получила достаточное количество оружия для начала контрнаступления. По заявлению Кулеба, предстоящее контрнаступление закончится победой Украины, и это позволит стране стать частью НАТО. Раскрывать точные сроки начала контрнаступления глава украинского МИД не стал. Ранее США подтвердили начало контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил The New York Times со ссылкой на официальные лица, утверждая, что военные спутники США зафиксировали всплеск активности на позициях ВСУ. Они отметили, что спутники имеют инфракрасные устройства для отслеживания артиллерийского огня и пусков ракет. Международное право позволяет Украине наносить удары по территории России в целях самообороны. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Deutsche Welle. При этом он подчеркнул, что Германия солидарна с США по вопросу использования для этих целей западного оружия. Берлин выступает против подобной практики. Писториус исключил передачу Киеву крылатых ракет Таурус в обозримой перспективе. При этом он допустил перемену позиций Берлина по поставкам ВСУ истребителей. Он заявил, что в ближайшие пару недель власти примут решение по присоединению коалиции Великобритании и Низерландов для отправки истребителей F-16. О законном праве украинской стороны защищать себя и за пределами государственных границ говорили также глава МИД Великобритании Джеймс Креверли и генсек НАТО Йенс Толтенберг. Европа выбрала путь войны против России, поэтому Москва должна достичь своих целей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Душанбе. Как отметил Лавров, у России накопилась решимость больше никогда не идти на поводу у правил, навязываемых Вашингтоном. По его мнению, механизмы Запада в отношении других стран были направлены против тех, кто пытается сохранить свою самостоятельность. Глава внешнеполитического бедомства отметил, что президент Украины Владимир Зеленский следует правилам американских политологов, направленных на то, чтобы Украина не была вместе с Россией. В нашей концепции внешнеполитики сказано, что Европа выбрала путь войны с нами, ну, из так простых языков. Поэтому нам, конечно, все равно жить с ним вместе бок о бок. Но если это война, ну, значит, мы должны достичь своих целей. Цели у нас гораздо более благородные по сравнению с европейцами. Они хотят чужого, а мы хотим свою. Мы никогда чужого особо не хотели. Все те, кто присоединялся в нашей стране с военами Российской империи, делали это добровольно и в отличие от тех же США. Это были все новости к этому часу. Чтобы быть в курсе событий, смотрите CBC и слушайте CBC-FM. Субтитры создавал DimaTorzok